Продвижение участия гражданского общества в консолидации общественной безопасности внедряется Институтом общественных политик в сотрудничестве с Генеральным инспекторатом полиции в шести населенных пунктах Молдовы, один из которых город Камрад. В рамках данного проекта совместными усилиями представителей гражданского общества, местной административной власти и полиции были созданы местные советы по безопасности. Насколько удалась совместная работа этих советов, какие проблемы были выявлены, какие еще предстоит выявить, об этом мы поговорим в ходе нашей передачи. Гости в студии АТВ Юрий Пынтя, директор программ Института общественных политик, Сергей Анастасов, примар города Камрад и Александр Станчу, начальник отдела общественной безопасности инспектората полиции, добро пожаловать к нам на передачу. Сейчас я хочу предложить вашему вниманию посмотреть репортаж, ну а после продолжим нашу дискуссию, смотрим репортаж. 15 декабря в Камрате состоялось второе заседание комиссии общественного совета по безопасности муниципия Камрат, созданного еще в начале этого года. Целью данного мероприятия стало представление общественному совету по безопасности начальникам сектора полиции муниципия Камрат анализа о деятельности полиции за 11 месяцев 2017 года. Акцент на сегодняшнем заседании был сделан на феномене, или на этом, на факторе, да, это феномен краж имущества личных граждан или с предприятий. И полиция представила свою точку зрения, каким образом с этими кражами необходимо и можно бороться. Были выслушены мнения различных организаций, которые дали свои предложения о том, каким образом вместе способствовать устранению, вернее уменьшению данного феномена, и каким образом можно привлечь общественность, школу, социальное обеспечение, общество отходников, соседское наблюдение, других лидеров, гражданское общество, неправительственные организации, для того, чтобы бороться с этим феноменом и донести до каждого жителя города, как предупредить подобные преступления. Из общего числа зарегистрированных преступлений по кражам имущества больше всего краж мобильных телефонов, которые в основном происходят в местах большого скопления людей, на рынках города, в центре, в парке. Также было предложено, чтобы в этих местах были установлены камеры видеонаблюдения, которые, по словам участников мероприятия, смогут повлиять на психику преступника или оказать помощь при установлении личности преступника. Надо начинать с себя, надо начинать с семьи, надо начинать с организации, надо начинать с телевидения, обобщить вот это все и бороться с теми недугами, которые встречаются в обществе. Я имею в виду сейчас про кражи, про драки, про злоупотребление наркотиков, алкоголя или других преступлений, которые имеют в обществе. Наши люди забывают те нравственные морали, которые Господь вложил в наши души, а именно не крадить чужого, своего близкого. И второе, человек, который крадет, он никогда не принесет себе пользу от этого. Он всегда будет в ущербе этого. О проделанной работе в дошкольных учреждениях рассказала психолог Камрадской полиции Марина Перрон. Работа проводится практически ежедневно. Ежедневно выходит в то или иное учреждение. Также сами директора, заведующие садики просят об этом, так как учителя они видят каждый день, а когда сотрудник приходит и говорит так или совсем иное, они уже воспринимают это по-другому. В общественный совет по безопасности муниципия Камрад входят представители различных структур города. В ходе совещания был разработан план действий проведения совместных мероприятий, направленных на снижение уровня имущественных преступлений в муниципе Камрад и повышение безопасности граждан, отметил примар Камрада Сергей Анастасов. Сегодня все хотим бы навести порядок в нашем городе. Мы должны как-то образом и технически немножко окрепнуть, что-то приобрести. Пускай будет это видео-новление, какие-то ролики. Речь идет о безопасности. В городе мы уже сделали протокол о намерениях, работах, планах работы. Здесь и священные служители у нас тоже находятся с нами вместе. И вот по этому плану, который сегодня у нас был сделан, будем работать для того, чтобы наш город стал более безопасным. Участники Общественного совета по безопасности муниципи Камрад обсудили о планах мероприятий, которые еще предстоит совместно провести. Также много обсуждений было о запуске кампании под названием «Соседские наблюдения». Людей призывают сообщать инспекторату полиции о правонарушениях, свидетелями которых они стали. Организаторы данного мероприятия еще раз проинформировали общественность Гагаузи, для чего нужно объединять партнерские отношения местной власти, гражданского общества и полиции, и каким результатом эта работа приведет. Сегодня состоялось очередное заседание комиссии Совета по безопасности, где был представлен анализ. Насколько я поняла, это не первое заседание у нас в Камраде. Господин Пынтьев, расскажите вкратце, что обсуждалось на сегодняшнем заседании? На сегодняшнем заседании полиция представила свое видение главных проблем, с которыми сталкиваются муниципи и город. И пыталась понять точку зрения различных ведомств, различных организаций, представителей гражданского общества, как вместе, совместно можно решить вопросы безопасности жителей города. Для того, чтобы это заседание было сконцентрировано и имело какой-то узкий направленный участок, для которого можно было проще выяснить основные пути взаимодействия, на сегодняшнем заседании был представлен анализ имущественных краж в различных сестрах города, и был проведен анализ источников, причин, проблем и методов взаимодействия между различными органами власти, различными структурами и гражданским обществом в противодействии данной проблеме. А вообще вот цель данного проекта в чем заключается? Проект возникнет на пустом месте. В течение последних лет осознание гражданского общества и полиции пришло к тому, что полиция в одностороннем порядке, собственными усилиями, исключительно своими силами, не может ответить на те вызовы безопасности, которые угрожают каждому гражданину. Для того, чтобы отвечать на эти вызовы, для того, чтобы способствовать решению различных проблем, необходимо участие всех и каждого. Необходимо участие в различных организациях, веганах, гражданского общества, лидеров, церковнослужителей и так далее. Потому что эти проблемы касаются нас всех. В большинстве случаев полиция в прошлом, она больше всего реагировала уже на совершенные преступления. И предупредительная деятельность она носила не систематический или односторонний характер. Они пытались решить эти вопросы своими собственными силами. Но все анализы и опыт международных стран доказал, что собственными силами полиция на данные вопросы отвечать не может. Потому что проблемы... В полной мере, да? В полной мере оно не может. Все равно отвечает на них в полной мере. Потому что проблемы кроются внутри нас, внутри организации, внутри нашего видения жизни. И полиция не всегда это может. Да и люди в большей степени боятся полиции. Боялись, по крайней мере, раньше. Другой элемент, почему данный проект возник и данное действие возникло, это то, что мы в реформе полиции, деятельности полиции, немножко запоздали. У нас были сформированы демократические институты, которые пытаются понять различную точку зрения различных слоев населения. И вот на уровне политических институтов взаимодействие, борьба различных идей происходит. Полиция работала до недавнего времени по очень централизованной системе. То есть она больше делала то, что приходило как руководство в действию с центра. И очень слабо было связано с тем, что происходит непосредственно в каждом населенном пункте и на местах. Для нее все время было приоритетом руководящий документ, который идет с центра. И были слабые звенья или слабые механизмы взаимодействия с институтами, организациями, которые есть в каждом городе, районе, населенном пункте. Вот это осознание, оно пришло в полицию. И поэтому была инициирована реформа Министерства внутренних дел и реформа полиции. Оно не только форма, организация, оно и менталитет. Местные органы полиции получили больше автономии в решении, чем именно заниматься. Но тогда и возникает вопрос, а как определить, чем именно заниматься? Тебе необходимо, то есть полиции необходимо с той стороны, со стороны общества, какие-то структуры, какие-то механизмы для того, чтобы понять, в чем заключаются главные заботы органов административного управления, в чем заключаются главные заботы молодежи комплектного города, в чем заключаются главные проблемы бизнесов непосредственно в данном городе, в чем заключаются проблемы молодежи в данном непосредственно городе. Потому что проблемы, с тем сталкивается население, бизнес, молодежь в разных регионах, абсолютно разные. И они абсолютно никак не подходят к решению, нельзя подходить к решению по одним и тем же лекалам. Вот суть вот этих усилий, которые мы сейчас предпринимаем. Сергей Ильич, вы не только примар города сегодня у нас, вы еще являетесь председателем Совета общественной безопасности Камрата, насколько я поняла. Кто входит в этот совет и что удалось добиться за время реализации данного проекта? В данный проект мы уже внедрились в течение, может, почти года. Больше полгода внедрились на многих семинарах. Мы встречались с другими меморами городов, те, которые также подключились, внедрились. Проблема безопасности – это проблема всех, иначе людям не хочется жить в этом городе, и там опасно. Безопасность – это не только, скажем, кражи, дорожные, безопасность – это и экологическая наша города. Это все вместе связано. И поэтому мы сочли нужным и важным именно этот проект. И вот мы внедрились к нам, в нашу организацию входят все структуры, которые есть в нашем городе, и безопасность, и пищевых, ну, первое, конечно, муниципальная полиция, полиция, эти структуры, и управление образования, вплоть до священников, которые есть у нас. Здесь мы рассматриваем сам вопрос глубины. Не просто мы будем бороться с преступностью, на этом мы его победим. Понятно, что бороться с преступностью… Надо всем вместе. Это все вместе, в первую очередь, это связано и с экономическими вещами, которые происходят в нашем обществе, это связано и с беззаконием, которое есть в общем стране. То есть мы говорим о рейтинге, который страны есть, судебная система и многие вещи, которые у нас есть. Поэтому мы сегодня хотим, тоже не ждать, пока все будут заниматься полицией или кто-либо. Мы хотим помочь. У нас, если вы помните, раньше, даже год назад, или полтора года назад, была проблема с Пайсом. Всегда озвучили на муниципальном совете, были свидетелями этого. И мы всегда обращались к муниципальной полиции, мы с ними все довольны их работой. У нас молодой коллектив, мы всегда вот эти все… Сумели решить эту проблему в городе? Ну, в любом случае, она решена довольно на высоком уровне. Во-первых, мы… Инициатива была и в парламенте Республики Молдова, где спасть признали наркотическим веществом. Но, кроме этого, если помните, были большие проблемы у нас в казино. Когда весь город кишел, все родители к нам приходили, говорили о том, что дети идут в казино, играются, вот там задолжали кучу денег. И эту проблему тоже решена. Сомненно с полицией, да? Это уже совместно с парламентом Республики Молдова, там, где изменились законы, где мы инициативу давали, может, не только нашему инициативу, но многих этот вопрос очень сильно интересовал. Но пока мы поняли, что мы на местном уровне не будем поднимать эти проблемы, они решаться не будут. Поэтому здесь я тоже почувствовал, что мы должны поднимать… А вот в этот совет по общественной безопасности кто туда входит? Я сегодня слышала на заседании неправительственной организации, учителя еще, кто туда входит и чем они занимаются? Ну, здесь самое главное – это общественная безопасность, она под собой подразумевает, что соседское наблюдение, это полиция работает, это работаем на уровне православия, мы сегодня православные, и здесь есть у нас в планах мероприятий и в школах со священниками работать, то есть священник-служителей есть, которые будут доносить ценность нашей жизни, ценность того, что мы украли, разбогателем, а вот ценность, чтобы не украсть или чтобы не нарушить закон. И все структуры, вплоть до того, чтобы мусор не бросать, вплоть до роликов, которые также предложило молодежное Крыло, в котором тоже участвовало, чтобы ролики показывать даже в социальных сетях, то, что сегодня больше показывают. Одним словом, самое основное – это воспитание, потому что нельзя сразу переходить к каким-то вещам, где мы должны наказывать, наказывать, вы даже помните, вот в уличной торговле я всегда говорил о том, что слово «штраф» я не люблю, оно мне не нравится, это слово «штраф». Вот поскольку боролись с уличной торговлей, нам, конечно, процентов на 85 удалось решить все-таки эту проблему. Без штрафов? Без штрафов, очень мало штрафов было. Но позже все-таки безнаказанности она не давала должный результат. Вот как сегодня уже проходят все и штрафуют людей, те, которые более нагло ведут себя, значит, в этом случае уже лучшей торговли в таком масштабе уже нет. Дальше уже мы примем со своей стороны еще удобства, те, другие, где позволим каждому быть наравне и быть наравне перед законом. Поэтому вот эта вся работа, она вся совместная здесь, и гражданское общество, и управление образованием, все структуры, которые есть у нас. Нам, как бы, с одной стороны нравится, что у нас, как бы, не такой уж высокий уровень преступности по сравнению с другими регионами. Все-таки у нас муниципальная полиция, она сегодня, другая полиция, она все-таки ближе к народу стала. Я помню даже 10 лет назад, 15 лет назад, при появлении полицейского… Полицейского, 90-е, тысячные годы, да. То есть не каждый хотел общаться с полицейским. Сегодня, наоборот, люди советуются, подходят, общаются как наравне, то есть они понимают, что полицейские – это сегодня оплот. Это, конечно, эта тенденция тоже нам дает, вот, все-таки быть вместе и навести порядок в этом плане. Понимаем, что экономическая составляющая, нас долго будет тянуть, вот, вот эти все нарушения законодательства, но и в этом плане мы уже со стороны, как муниципальные, это власть, автономия, Республика Молдова тоже работает. Компания «Фуджикура» появится, надеемся, что в нашем городе будут более занятые люди. Здесь я хочу поблагодарить и народное собрание, исполком, и правительство Республики Молдова, которое также поняло значимость и важность данных проектов, как создание рабочих мест. Она уже не на словах, она уже в реальности идёт. Поэтому вот это всё вместе взятое. Бороться мы не можем просто так. Надо людей задействовать в работе. Я хотел сказать по поводу структуры. Дело в том, что работа полиции, партнёрство сообщества в различных странах находится на различных этапах. И они проходят периодически, или вернее постепенно, через некоторый этап, когда расширяются или когда уже потом сокращаются вот эти советы. Когда до каждого гражданина ещё не ясно, каким образом он может способствовать разрешению проблемой безопасности, тогда мы начинаем создавать эти советы и начинаем каким-то образом их формализировать. То есть, давать им какой-то статус для того, чтобы каким-то образом обязать тех, которые участвуют в этом совете, и дать ему соответствующее положение в обществе для того, чтобы люди прислушивались к нему. На других этапах, когда уже люди становятся социально активными, и когда они имеют свою чёткую и ясную позицию по поводу неприятия правонарушений, тогда эти советы становятся не такими обязательными, и они созываются не так часто. То есть, говорить о том, что совет должен иметь какую-то определённую структуру, и каждый будет месяц собираться, это неправильно. Мы собирались, мы первое заседание провели несколько месяцев тому года. Тогда мы обсуждали общую ситуацию безопасности в городе и какие тенденции, как это можно сравнить и каким образом её можно оценить. Оценить с точки зрения, какое здесь население, как они относятся к полиции, как они относятся к закону, как они относятся друг к другу, каким образом они относятся к преступлениям или к правонарушениям. Сегодня мы пришли к другому пониманию, что сейчас в этот совет необходимо включить представителей экологических служб, представителей управления образованием, представителей управления социального обеспечения, тех, которые занимаются делами молодёжи, тех, которые занимаются спортом, обязательно представители местного совета, которые имеют законодательные, вернее, инструменты финансовой поддержки различных инициатив и депутатов. То есть, это ни в коем случае нельзя считать, что вот мы вот сегодня дадим одну структуру, и она будет работать в течение 10 лет. Всё идёт от того, каким образом по нарастающим. Потому что, допустим, сегодня полиция представила свой анализ преступлений в различных регионах города и свою точку зрения, почему это происходит. И сразу в рамках совета тех членов, которые на сегодняшнее заседание согласились прийти, уже было сразу понимание, что среди нас не хватает представителей ещё каких-то служб. Обязательно ещё тех служб. Потому что эту проблему только мы втроём и вчетвером, представители четырёх различных организаций, решить не могут. И вот уже на следующем заседании уже будет немножко более серьёзный, более такой представительный состав совета. Наверное, это в течение ближайших трёх, четырёх или пяти лет. Он может сохраниться в таком составе. Или когда эти проблемы начнут уже переставать быть такими острыми, тогда уже будут опять же возводиться изменения в этот совет. Мы пытаемся понять на этом совете саму природу всех этих проблем. Каким образом можно воздействовать на первопричины. Потому что полиция, как вы говорите, она просто как пожарник. Она приходит, когда уже её вызвали. То есть, когда уже ситуация совершена. Когда уже есть правонарушение. Когда уже что-то украдено. Когда кого-то ограбили или насиловали. Мы пытаемся через эти советы предупреждать подобные действия. И довести до людей понимание того, что безопасность зависит не только от полиции. Безопасность зависит от каждого из нас. От каждого предприятия. От каждого руководителя. От каждой организации. От каждого члена общества. Вот это главная задача этого совета. Но вот сегодня вы упомянули о соседских наблюдениях. Господин Станч, что это значит, соседские наблюдения? Ну, цель и задача соседского наблюдения, чтобы всем было достаточно ясно понимаемо. Это является одним из элементов, как подстворья, к тому, чтобы сегодня заработал тот механизм, о котором мы говорили с Юрием Владимировичем. С примаром. В чём идея соседского наблюдения, чтобы привлечь таким образом гражданское население, для того, чтобы оно было одним из подстворьей, для работы и для пищи, которая может обсуждаться на Совете Безопасности. Это всего лишь один из элементов выявления тех причин, тех проблем, которые сегодня существуют в обществе, для того, чтобы можно было, скажем так, базово их ставить на приоритетные направления, с которыми нужно работать, для того, чтобы и ликвидировать проблему. Мы сегодня идентифицировали, как один из направлений проблем, это имущественные преступления. Мы сегодня озвучили количество, мы раскрыли вопрос, связанный с тем, какой ущерб, какая категория граждан, какие, скажем так, приоритетные направления, связанные с совершаемым преступлением. То есть, допустим, это может быть гража телефонов, гража из школьных учреждений, уличные, гража на улице и с предприятий. Вы сегодня озвучили и цифру ущерба. И цифру, да. Вы можете и для наших телезрителей озвучить? Да, достаточно цифра актуальна. На сегодняшний день это более полумиллиона лей общая сумма ущерба. Это год или последний? За последние 11 месяцев. Мы пока сделали анализ за этот период времени, который мы обсуждали. Поэтому, соответственно, здесь мы сделали серьезный акцент на этом, что с этим нужно работать. Это нужно довести до общества. И здесь и привлечь самообщество в работу, чтобы общество помогало как себе, лично, так и в целом всему сообществу города. Поэтому вот здесь я хотел бы еще также внести определенную корректировку. Да, действительно, полиция раньше, как говорилось, выходила уже, когда совершалась. Но в последнее время мы начали меняться, и мы увидели, что сами, самим нам достаточно непросто для того, чтобы поменять барьер, точнее, убрать вообще, не то, чтобы поменять, а убрать барьер между обществом и полицией, чтобы полиция была другом, товарищем, который всегда может прийти в трудную минуту, не просто быть карательным органом. Карательный орган полиции для тех, кто нарушает закон, а для тех, кто его соблюдает, который хочет помочь, мы, естественно, всегда друг, товарищ, всегда протянем руку помощи. Поэтому, соответственно, соседское наблюдение, еще раз комфортизирую, что это один из элементов для отработки взаимодействия, чтобы можно было идентифицировать те необходимые проблемы, которые могли бы обсуждаться на уровне города, с примаром, с теми деконцентрированными учреждениями, которые имеют непосредственное отношение к работе в области безопасности. Мы сегодня представляем отделы общественной безопасности, инспектората полиции. Мы сегодня не говорим, что у нас интересует только проблема ХРАШ. Мы говорим сегодня о том, что мы идентифицировали, сегодня есть феномен проблем, с которым сегодня нужно бороться. Если взять сравнение с прошлым годом, у нас есть снижение, но мы хотим полностью дойти до такого уровня, чтобы это снижение не носило стабильный характер. Не просто вот мы отработали этот год. Отчитались, да? Отработали, да. Ну, как отчитались? И отчитались тоже. То, что идем к снижению. Да. Отработали этот год, вот у нас снижение. Мы хотим, чтобы это снижение носило дальнейший прогрессивный характер. То есть, мы хотим быть проактивными. Не просто по ходу движения из того, что уже совершено, а чтобы идти на шаг быстрее, на шаг вперед, чтобы тенденцию снижения мы держали на уровне. Кроме вот этих соседских наблюдений, а что еще создается для того, чтобы привлекать себя? Сегодня очень актуально рассматривается вопрос привлечения волонтеров. Кстати, они сегодня тоже были у нас на нашем заседании совета. и вижу очень такие деятельные, тоже проактивные молодые люди, которых можно привлечь для того, чтобы расширить идею приближения общества к тем проблемам, которые имеются сегодня как на уровне города, так на уровне полиции и в целом вместе взятые. Сергей Ильич, как горожане отнеслись к такой идее создания партнерских отношений с полицией? Всегда, когда что-то хочется создать новое, всегда есть и позитивное, и негативное. Я даже беру простой пример, когда мы устанавливали в детские сады видеокамер наблюдения. Это буквально было ровно в прошлом году. И многие думали, что мы эти камеры устанавливали для того, чтобы следить за сотрудниками детского сада или за чем-то другим. В течение уже год прошел, мы еще не рассмотрели ни одну информацию, которую собрала видеокамер, то есть сама. Не по отношению с сотрудниками, потому что они были установлены для того, чтобы была безопасность детская сада. Кто пришел за ребенком, зачем, где этот ребенок. От несчастного случая, который мог бы произойти. Чтобы не перепутали детей. Да, и детей не перепутали. Все это может быть. Сейчас здесь речь тоже об этом идет. Здесь речь не идет о том, что мы за кем-то собираемся, следители, должен кто-то на кого-то накладывать или говорить. Доносить нехорошее. Мы живем в одном обществе, и, наверное, каждому хочется жить в безопасном обществе. Когда ребенок идет в школу, он должен вернуться назад. Одним не должно даже в голову прийти, для того, чтобы что-то сделать такое нехорошее по отношению. это вот в первую очередь для этого мы привлекаем наших волонтеров, соседей, жильцов улиц. если ночью заехала машина, или днем когда-то, когда жизнь не было, обычно приезжают все домой к себе, люди, а здесь вдруг появилась такая-то странная машина, хотя бы номера автомобиля записать. Просто для информации, если уже что-то недалеко случится, то хоть какая-то зацепка уже будет, потому что люди обычно внимания не обращают. Дальше по мусоросвалкам, по разным другим вещам, по всем моментам. Все начинается проходя, бросил мусор даже. И не обратил внимания. И не обратил внимания. И здесь мы несколько рейдов делали с видеокамерами наблюдения, но я, как и ранее, говорил, что они слишком любители. Слово штраф хочется, чтобы люди сами осознавали, что это плохо, это не должно быть, и что люди должны жить как в одном обществе, как мы живем, так и должны помогать друг другу в этом обществе. Решение всех проблем. Вот наша цель и задача в первую очередь и наши конкретные шаги, вот на уже ближайшее время мы хотим все-таки заняться установкой видеонаблюдения в школах уже, в университетах, в примариях вокруг, в магазинах, то есть в местах накопления людей. Даже не вновь время на рынке, на улице той, где огромное количество, при везде в город с каждой стороны, чтобы знать какие машины заезжали, какие приезжали, чтобы легче было после этого раскрывать какие-то преступления, которые, во-первых, уже практикой показало, что если такие системы уже устанавливаются в городе, уже и аппетитное преступление уже падает, уменьшается. это наша задача, я уже не говорю о тех задачах, которые мы ставим чисто как при мари, это благоустройство города, освещение, тоже, которое является не менее важным фактором, потому что если человек проходит по хорошему тротуару, или проезжает по дорожной дороге, он по-другому уже думает, он уже думает по-другому, а если он смотрит слева мусор, здесь грязь, у него такие же мысли в голову заходят, поэтому это уже наша сторона, скажем, работа при мари, местных властей, региональных, мы должны благоустраивать и дать лучшую жизнь, то есть лучший комфорт для наших граждан. Ну вот мы о своих проблемах мы знаем, да, вот вы, господин Тони, вот что заметили в ходе реализации этого проекта, какие проблемы были выявлены и какой способ решения вот найден? Со стороны что заметили в Камраде? Любые изменения, если оно приспределяется в какой-то стратегический программный характер, оно основывается на анализе ситуации, сложившейся на какой-то период. Практически год назад мы начали этот анализ для того, чтобы определить, ну, это как бы, если человек идет к врачу, то он проходит полное обследование. Мы пытаемся понять, где что работает, где что не работает, для того, чтобы потом каким-то образом определить программу лечения. Год назад было предпринято два или, вернее, несколько различных действий, которые пытались понять ситуацию в городе, основные проблемы и какие возможные пути решения можно определить. Во-первых, был проведен социологический опрос. Это достаточно сложные, достаточно недешевые мероприятия, для того, чтобы понять. Опрос по стране или по городу? Опрос общественного мнения в шести городах, в шести населенных пунктах, где был, где работает первый проект. Идея заключалась в том, чтобы выбрать шесть населенных пунктов и на их основании методов, которые здесь стоят шесть. Ну, потому что каждый из них стоит. Никто не может себе позволить делать сразу пилотный проект во многих городах, потому что где-то будут какие-то ошибки, где-то будет неправильно, где-то... И потом исправлять эти ошибки на уровне всего государства это будет достаточно... Кроме Камрада еще в какие города? Есть Кагул, есть Камрад, Ханчешти, Генес, Инжирей и Атаки. Каждый из них имел свою специфику, потому что мы должны каким-то образом были выделить различность, различия в различных городах, потому что мы потом каким-то образом попробовать эти оценки перенести на другие подобные населенные пункты, с подобным населением, с подобным составом населения или с подобным экономическим развитием. Атаки, потому что там большой процент Рома населения Камрад абсолютно понятно, потому что здесь это большой процент гагаузского населения. Остальные были то ли большинство большой процент русскоязычного населения или сельского населения как в районе Кагул или там румынского населения, румыноговорящего населения. То есть все эти населенные пункты имели какое-то свое объяснение, свою логику. То есть проведено первоначальное исследование, в котором был опрос общественного мнения и анализ всех существующих проблем. После этого мы попробовали сравнить то, что дает социологический опрос или то, о чем говорят люди с полицейской статистикой и сравнить эти два компонента. И в принципе везде по нашей стране ситуация приблизительно похожа. Что полиция в полицию обращается от третий до двух третий населения в случае каких-либо преступлений. Есть некоторые преступления, которые люди обращаются в большинстве случаев, но самое печальное, что даже в тех случаях, в тех категориях преступлений не стопроцентное обращение в полицию. То, что нас допустим очень сильно озадачило, это что свидетель убийства, то есть только девять свидетелей убийства, если граждан, которые сказали, что если я стану свидетелем убийства, я обращусь в полицию, только девять из десяти. Один из них промолчит или побоится, не будет доверять полиции, или побоится каких-то действий, или он вообще будет безразличен к этому. Ситуация с кражами намного хуже. В принципе, то, что статистика сегодня обсуждалась на совете, мы говорили, что если результат социологического опроса правильный, и на самом деле это происходит, то мы знаем далеко даже не половину всех имущественных преступлений. по этому ситуацию, которую мы оценивали, как от слова это оценивает полиция, оно не очень-то всегда полностью может, действия, которые предпринимаются, не смогут это исключить. Вопрос в том, что один из, вот что мы определили, какая проблема в обществе. есть несколько важнейших проблем, которые и в Камраде, и в различных городах, я не буду говорить, где это выше, или где это чуть-чуть ниже, это толерантность или безразличие к преступлениям, безразличие к друг другу, безразличие к рядом стоящему. Есть какое-то непонятное, иногда в некоторых таких сообществах, различие свой-чужой. То есть, если преступление будет своему, то я тогда буду предпринимать действия. Если преступление будет в адрес чужого, то я тогда не буду предпринимать никаких действий. Есть много внутренних болезней, которые определяют то, с чем мы сегодня сталкиваемся на улице, и то, что мы думаем, на что должна отвечать полиция. Хотя, в принципе, полиции это практически невозможно на такие вопросы ответить. Ну и как удалось наладить отношения между местной властью, полицией, гражданским обществом, как вы считаете? за это короткое время? И самое главное, что... Или это долгий процесс все же какие-то? Я не сказал, что это очень долгий процесс. Это вопрос в том, зависит от того, насколько мы сможем быстро объяснить всем, в чем проблема, в чем его роль, и какие ожидания. И понять, или... Вот вопрос в том, чтобы пробудить в нем желание понять, что эта проблема не только чьи-то, а проблемы в любую секунду могут стать его. Поэтому его активная гражданская позиция, она в первую очередь важна. Вот это с этим немножко посложнее. Потому что, допустим, некоторые учреждения образования, они загружены своей работой, и вот как-то сначала могут не понять, что это необходимо делать. Некоторые представители, допустим, социального обеспечения или работы с молодежью, тоже могут подумать, что это, в принципе, не очень-то моя работа. Или, в принципе, здесь как будто бы мало чем я могу помочь. А это работа общая. Вот донести до всех понимание, что это общая работа, общая забота, общая обязанность, и что толерантность или безразличие к преступлениям уже по-саму по-себе становится преступлением в сегодняшнем обществе. Вот это самое важное, что мы должны делать. Господин Станч, а вот какая работа проводится инспекторатом полиции по предупреждению правонарушения? Я хочу совершить преступление. Как вы меня можете остановить? Правильно будет начать не с того, что вас, а правильно будет сказать, что необходимо информировать население о том, чтобы каждый, вот как сказал его девочник, остался небезразличным того, что если вы хотите совершить преступление, не только полицейский должен вас состоять, но и любой гражданин, который должен, как было сказано, не должен быть толератором. Естественно, мы работаем, безусловно, конечно, мы уже давно проводим моменты, связанные с тем, что предупредительная работа связана с раздачей информационного материала, является одним из, по моему мнению, важнейших элементов на уровне информирования населения. Мы регулярно проводим встречи с населением, да, вот сегодня даже стал вопрос, есть определенное количество, да, но вижу, что мало будем работать над тем, чтобы акцентировать на этом более усиленную работу, то есть не проводить там раз-то какой-то период, а уменьшить в периодичности, да, то есть, что вот эта плановая работа носила более продуктивный характер, ее надо усилить. мы работаем по школам, постоянно уделяем внимание тому, чтобы в школах несовершеннолетние дети принимали участие в том, чтобы визуально первую очередь... Вы работаете, вы проводите какие-то лекции? Да, да, безусловно. Как вы визуализируете? Ну, мы выбираем тему, что такое сегодня безопасность ребенка на улице, да, то есть, он должен быть внимательным, чтобы сегодня пройти дорогу на пешеходном переходе, не на красный свет, он должен убедиться, даже если нет пешеходного перехода или светофора о том, что нет препятствий как слева, так справа, прежде чем он начинает переходить дорогу. Или если он увидел, что на большой скорости транспортное средство, он должен пропустить, потому что может не успеть. То есть, это один, да, мы сегодня работаем с тем, что у нас наркомания очень серьезный бич, да, то, что воровать нельзя, как сегодня было сказано священником, является одной заповедью. Естественно, мы на этом тоже ставим большой акцент, что сегодня необходимо, общество нужно воспитывать оттуда, с садика и со школ. Поэтому мы сегодня ставим акцент о выселении работы в данных учреждениях. Естественно, сегодня у нас большое скопление граждан на центральной площади, в парке, то есть, там мы тоже не проходим мимо, я в любом случае акцентирую внимание по этим моментам. У нас, в принципе, линия предупредительного характера не только имущественного преступления, это работа и с курением, это работа и на чистоту в городе. То есть, есть определенный ряд приоритетных направлений, на предмет которых мы работаем с целью предотвращения. Просто, опять же говорю, повторяюсь, что сегодня мы видим, что нам нужно еще и задействовать общество сюда. А если таких рядом с полицейским будет 10 человек, то мы сможем проинформировать 100 человек. А если таких человек будет 100, то мы сможем проинформировать 1000. Поэтому мы сегодня работаем на то, чтобы привлечь общество в решении тех приоритетных проблем, которые существуют на уровне города. А вот скажите, насколько изменился уровень доверия населения к полиции? Ну вот смотрите, сегодня психолог работала в учреждениях города Камрата. Не имеется в виду не сегодня, а вот в последнем периоде времени. Сделал определенный анализ, видит явные улучшения к тому, что есть определенные изменения. То есть, вы следите за этим, да? Безусловно. Безусловно, мы следим за этим. Даже мы делаем анализ по сравнению с тем, что было на тот период времени и какая тенденция к чему у нас? К снижению или к увеличению уровня доверия. Потому что сегодня одна из главных приоритетных задач Министерства внутренних дел повысить уровень доверия. Ну, я сказал Министерство внутренних дел, естественно, главный инспекторат полиции республики, управление полицией от Луга Грузии непосредственно в лице инспектората полиции Камрата на уровне Камратского района и в частности города Камрата. Поэтому это очень значимо для нас, чтобы население нам доверяло и нам верило. Всегда нам приходило на помощь, как и мы приходим к ней на помощь. Господин Примар, а уровень доверия к местной власти снижается, растет? Тоже за этим следим. Доверие высокие. Высокие? Да. Что для этого делается? Ну, у нас есть свои бесплатные вопросы. Ну, в принципе, по-моему, первая часть программы тоже была сделана опрос. У нас есть свой опросник, где мы так же делаем, но, по крайней мере, довольно высокий уровень доверия местным властям. И в последнее время мы воспитываем в основном у нас и молодой коллектив Примарии. Очень много молодых сотрудников, которые у нас своя воспитательная работа ведется. К примеру, взять откуда доверие к местным властям может быть. Если человек, конечно, теряет часами времени на втором этаже у нас Примарии, то в этом случае он не может или очередь за какой-то справочкой. Буквально один пример у нас, например, ранее справочки удовольствием два раза в неделю. Сейчас каждую минуту все время, кроме обеденной прерывы. Справка о составе семьи. Это всего лишь паспорт предъявляется у одного секреттора или у второго секреттора. Главное, чтобы были документы. И вот такие вещи мы внедрили. То есть внедрили в коридоре в Примарии. Мы редко видим людей, которые приходят по текучим таким. Конечно, есть люди, которые у нас одни и те же лица. Они уже приходят лет 10 и еще я не был Примаром. Они все приходили. Те проблемы мы, конечно, никогда в жизни не сможем решить, потому что там проблема сам человек, который приходит. Ну, слава Богу, их не так много в нашем городе. Их 26 тысяч населения у нас человек 50-х. Мы их называем дежурными, потому что без них тоже нам скучно. То есть вам не дают скучать. Да, нам не дают скучать. И вот эти спорные вопросы часто бывают с соседями. Особенно у нас тенденция была ранее еще сильнее. Если кто-то что-то начинает строить, то противников этого строительства находится очень много. после соседей. Я даже привожу всегда один пример. Прибегает к нам из жилого дома многоэтажного. Бабушка прибегает, там кто-то строит гараж. Говорю, ну и дальше что? Там нельзя строить гаражи. А мой архитектор говорит, так у нее же там самый гараж рядом. Ну, я так в шутку говорю, ну, тогда возьмите эскаватор, трактор, снесите все оттуда, что там есть. То, что построено, и раз бабушка сказала, что там не строить, нужно снести все. После этого бабушка понял, что можно строить. Вот эти вещи мне, как его, не очень нравятся в обществе, потому что я всегда думаю, почему все такие у нас так мало строительств. Наши доверь граждане едут куда? Курники где построены? Где сотные здания? Едут на заработки именно в те государства, которые развиты. И у нас по республике Молдове такая же ситуация, потому что поднимают людей и начинают остановить стройку. То есть остановить стройку, потому что вот ситуация у нас не прямо так яркая, выраженная, но все равно часто споры между соседями именно из-за строительства. Кто-то где-то зашел на 3 сантиметра или на 5 сантиметров. А когда начинаем глубже вникать в ситуации, есть такая поговорка «На варе и шапка горит». Те, которые обращаются, у них нарушений гораздо больше. Незаконные гаражи, сараги и так далее. Они все построили, видимо, или чувство зависти, или вот эти проблемы, которые мы хотим тоже их решать, чтобы жители чувствовали себя комфортно, потому что если мы не сможем их защитить в их вливании в наш город, нельзя это стать, конечно, про наш бизнес. Бизнес у нас в более комфортных слоях чувствовать себя, потому что если взять даже прошлый год, у нас и асфальтный и бетонный завод новый появился, если вы заезжаете и кейси, и агропейси, и огромное количество строек пошло, потому что это наша задача местных властей. Мы многих инвесторов, они уже уходили от нас, мы ездили за ними в Кишинев, или откуда они сами просили нам в город приехать и инвестировать. И последний проект, это и фуджукуры, который мы не просто делаем, что нам нечем заниматься, поверьте мне, что проект для местных властей это такая нагрузка, что у нас своих проблем хватает в городе, это дороги, это очистные сооружения, и так далее, здесь работать на, то есть создавать рабочие места, но мы видим необходимость, это сегодня нужно, это тоже борьба против, ну и хочу акцентрировать внимание на спорте, программе нашей, когда мы приходили с программой, мы пошли по пути, больше детей, меньше оплаты для коллектива взрослых, вот мы и Дюзова, и Дуговой Оркестр у нас были на Апалансе, мы сократили, набрали очень много детских коллективов, которых у нас уже 45% всех коллективов находится в муниципе Камраты, все Гагаузии, у нас 287 детей, это в школе спортивной, занимаются у нас все виды спорта, вот здесь мы уделили самое большое внимание, в Камрате есть чем похвастаться, вот в этом плане мы работаем, и спасибо муниципальному совету, у нас в совет там есть полное взаимопонимание, и все советники эти вещи все понимают, и любые вопросы, которые мы понимаем, все решаются. Давайте вернемся опять к нашей беседе, к нашему проекту, вот такого рода проекта, где сотрудничают местные органы власти, гражданское общество, полиция, вот, наверное, не мы первые стали реализовывать в нашей стране, вот какой-то повод других стран, можете привести, где реализуются такие проекты и успешно? ну, в принципе, все европейские страны прошли через, или проходят через подобное взаимодействие. Каждый, в каждом, в каждой стране, в каждом государстве этот процесс находится на различных этапах. В некоторых был избран один путь, в других другой, но везде полиция демократического, демократическое, демократическое полицейское деятельность, демократические страны приоритетом своей работы считают мнение граждан и отвечают на проблемы, которые существуют украине. Вот проблемы, как господин говорил господин Примар, они комплексные. Примария видит со своей точки зрения, полиция видит со своей точки зрения решение проблемы молодежи, но они отвечают на одну и ту же в принципе проблему. Без того, чтобы предоставить возможность молодежи занять ее позитивными и хорошими делами, она предоставлена самой себе и различные негативные факторы на нее начинают влиять. То есть молодежь и ее возможное будущее, ее отношение к закону, к самому себе, к соседям принц решается двумя, не только двумя, еще другими учреждениями. И вот решение, одно из решений, которое к этой проблеме подходит, это для того, чтобы занять ее вечернее время, дать ей спорт, дать ей какие-то позитивные развлечения, дать ей какой-то другой ориентир в этой жизни. Это то, что и есть полицейская деятельность, направленная на нужды общества. Другой пример, который господин Кримар приводил, это незаконное строительство. Полиция подходит к этому примеру с другой точки зрения. Существуют люди, для которых норма закона это не норма, и которые считают, что они превыше этого закона, или свои собственные проблемы за счет других. Полиция отвечает со своей точки зрения своими инструментами, Кримар отвечает своими инструментами, но мы все пытаемся решить одну проблему, которая влияет на всех и каждого. Примеры, которые мы в ближайшее время сможем показать даже на телевидении, это примеры с Эстонии. Нам эстонские коллеги помогли создать маленький документальный фильм о том, как люди относятся к полиции, как полиция относится к людям, различные учреждения относятся друг к другу, чтобы вместе решать проблемы общества, города, села, района, микрорайона. Мы в ближайшем времени ее принесем для того, чтобы людям показать, это можно сделать, но для того, чтобы это сделать, необходимо желание всех, необходимо желание многих. Да, в каждом процессе существует какой-то лидер, какой-то там, ну, тот, который берет как бы флаг, флаг для себя, да, и пытается всех увлечь за собой. успех достигается тогда, когда остальные понимают, что за этим будущее. Это надо делать, потому что это для всех, это не для одного человека делается, это делается для всех, для блага каждого. Тогда надеемся, что успех будет. информированность это важно? Информированность очень важна, очень важно. То, что полиция сейчас пытается сделать, донести до каждого, вот что происходит в городе, вот как себя обезопасить, вот что нужно делать с вашими дни, для того, чтобы они соблюдали закон, для того, чтобы они чувствовали, где существует опасность, для того, чтобы они избегали подобных существений, для того, чтобы они избрали для себя другое направление жизни. Это важнейшая деятельность, которая действует полиция. Этот проект пытается вовлечь в эту работу представителей органов власти и учреждений. Другой проект это соседское награждение, когда пытаются найти лидеров или людей, которые пользуются обществом среди какого-то микрорайона для того, чтобы их привлечь в это. Полиция идет в школу для того, чтобы школьников в это привлечь. То есть, она действует, работа идет по многим направлениям. Это не одно, не одно единственное, допустим, вот такой единичный случай, единичный пример. И вот на это мы попробуем сделать какой-то результат. Нет, это работа всех. А есть какой-то совместный план, чтобы запланировать эти мероприятия с советом? Планы уже создали. Представляется в основании на это проблем. Сегодня обсуждали этот план, да? Да, обсуждали, и корректировка она сегодня прошла, новые дополнительные есть элементы, которые необходимо обнести. Весь план, по которому мы начнем работать, входит и священный служитель будет в школах, то есть он на себя делал. Дальше в детских садах есть ролики, которые мы должны пускать. Трансировать, да? Да, транслировать. Дальше примеры приводить в городе, проводить обучение, как дети должны проходить улицу, дорогу. После этого видеонаблюдение, о том, о чем я говорил, нам также тоже план нашей работы входит, где мы должны основать. Видеонаблюдение, вы говорите, да, вот эти видеокамеры, кто-то же их должен закупать, кто этим будет собрать? Контрибуется в премарии, обычно, или из полкомаган в музее. 15 процентов, дальше мы уже обращаемся к нашим международным донорам. То есть, или вы будете искать гранты? Да, гранты искать. Первое, что на такие вещи, коль мы участвуем в таких программах, как... Это возможно вообще? Да, это возможно, не впервые, мы, в принципе, взяли за короткий период времени, очень много было привлечено грантовых средств, это и строительство спортивных площадок и другие, мы все делаем в грантных контрибуциях. Здесь также позволяет наша сама программа, где мы участвуем, именно привлечение международных средств, грантов. Там, в любом случае, наша контрибуция должна быть. Мы, если есть, должны подготовить их правильное внедрение данного, чтобы он принес пользу данный проект. Если он не придет пользу, то не будет смысла внедрения этого. Вот здесь мы уже совместно работаем уже в течение месяца под видеонаблюдением из полиции, с местными властями, специалистов привлекает. То есть, работа запланирована? Да, работа уже запланирована, она уже идет на сегодняшнем месте. А вот скажите, вот что вы ожидаете увидеть в завершении проекта? Вот, может, какой-то прогноз расскажете нам, сможет ли вот это сотрудничество изменить ситуацию отношения людей в полиции? То есть, над этим вы работаете, мы это понимаем. Мы, конечно, над этим работаем. На это вы надеетесь, и мы надеемся, мы тоже понимаем. Дело в том, что, ну, чувство удовлетворенности человека в ситуации в своем городе, это такое понятие, как бы, сказать, наверное, оно никогда не бывает стопроцентным. Ну да. Да. Главная задача это улучшить отношение людей к своему городу друг к другу, уменьшить количество правонарушений и преступлений. Да, и эта статистика нам покажет, что в этом мы чего-то там надеялись. Но, вы знаете, общество сейчас у нас развивается достаточно динамично. Мы сейчас пытаемся найти вопросы и найти ответы на те вопросы, на которых многие из наших соседей или демократических государств давным-давно про это забыли. Перед ними стоят другие вызовы, они все время концентрируются, это наша, это задача, это задача власти, это задача органов власти, это задача полиции все время устранять проблемы, которые возникают, предупредать те из них. Некоторые из них, мы сейчас просто не можем их осознать, что они появятся через 5-6 лет. Они появляются как первые ростки. И вот насколько мы будем способны отвечать на них тогда, это, конечно, сложный вопрос для меня. Мы сейчас пытаемся решить хотя бы тот букет сложностей и проблем, которым всем уже порядка надоел. Все уже с ним устали от того, чтобы постоянно говорить. Гражи, мобильные телефоны, вот эти дороги, вот этот мусор, это давно уже забыто в некоторых других странах или других государствах. Мы с этим справимся, мы пойдем дальше, потому что это наша задача, наша обязанность. Любая власть, любая полиция, она все время идет дальше. Нельзя останавливаться. Потому что человек такой, он все время будет искать еще лучше, еще хочу, еще это убрать. Для того, чтобы создать людям возможность спокойно сконцентрироваться на своих детях, на своей семье, на своей работе, что-то создавать. А задача наша, это им создать эти условия, чтобы они не боялись спокойно проходить по улицам, чтобы было чисто. И не боялись полиции. Да, не боялись полиции. Но то, что мы увидим еще через где-то несколько месяцев, через пару месяцев, допустим, наверное, где-то в марте, мы еще раз проведем вот этот рентгеноскопический анализ города и его проблем. И покажем совету. И если какие проблемы были решены, какие проблемы не были решены, это будет, в принципе, для совета очень ясным элементом. Мы здесь на самом деле что-то смогли и мы здесь еще ничего не сделали. через несколько месяцев мы попробуем помять и проанализировать. Ну и в заключение можно я здесь бы хотел бы добавить. Вот Юрий Владимирович очень тонко подметил момент. Мы посмотрим, что будет впереди. Но если мы будем целенаправленно к этому идти, я больше чем уверен, что результат у нас будет. Даже буквально если взять сегодня в анализе то, что провела психолог по учреждениям, да, и взять в сравнение скажем, пять лет назад, какой был этот подход и какие у нас есть определенные существенные изменения. Когда сегодня приходит начальник сектора, да, начальник городского отделения и начальник сектора, в каждое учреждение его там все знают, в каждую школу его там все знают. Да, другое дело, сейчас мы будем прорабатывать вопрос дополнительно, чтобы еще и каждый участковый, точно так же, как и начальник городского отделения регулярность имел в этих моментах. Потому что определенное переудовление, конкретно была задача поставлена по нему, то есть имеется результат. И в таком контексте мы будем сейчас работать, чтобы регулярность этого процесса носила постоянный характер. Но надо еще работать над тем, чтобы было определенные изменения и в понимании некоторых офицеров участка тоже. То есть и над этим мы тоже работаем. Если что-то хочешь поменять, начни с себя. поэтому если с себя мы начинаем и что-то хотим поменять, я уверен, что мы и общество сможем к чему-то привести к позитивному. А если мы это делаем не сами, а с участием всех остальных желающих, как примар в данном случае и органов местного публичного управления, я уверен, что у нас получится. Я могу вам дать разницу в один год. Это, конечно, сложно всегда определить. есть один вопрос, который у нас существовал в социологических исследованиях в течение нескольких лет. И это, в принципе, как бы температура по всей стране. Мы задавали один и тот же вопрос. Сколько из вас становились жертвами преступлений? И какое количество преступлений в течение прошлого года было совершено в отношении вас в общем? Мы проводили все на уровне государства этот анализ. И если в 2007 году мы констатировали, что на тысячу отвечавших, на тысячу человек было 167 жертв или случаев, когда они были жертвами преступлений, это было одно. Если мы это проводили в 2014 году, то у нас это было 84. То есть, разница 2007, 2014, это люди, которые просто анонимно отвечают. Если были ли вы жертвами правонарушения или преступления в ваш адрес за последние 12 месяцев. Ситуация изменилась в два раза. Но это 2014 год, это только начало реформ полиции. Это только начало всех этих действий, которые предпринимаются. если сравнивать полицию 2014 и полицию 2017, это очень большая разница. Огромная разница. Огромная разница. И может быть, если сейчас в этом опросе или исследовании общественного мнения в марте мы еще не всю картину будем видеть, то уже к концу года я думаю, что до каждого человека дойдет или вернее ситуация будет показывать. и сложность правонарушений, количество правонарушений или тяжкость правонарушений там идет вниз. Но это не значит, что она не может повернуть вверх, если мы будем ослаблять свое внимание или свои действия. То есть мы сейчас это убираем. Мы сейчас пытаемся снизить. Мы делаем все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортнее. И они чувствуют себя намного лучше, чем 4-5-6 лет назад пройтись по городу, не бояться чего-то. То есть ситуация меняется и это не смешает. Но она не так быстро, как нам бы хотелось. Да, это... Но это потому, что это очень сложная работа. Но во всяком случае я больше чем уверен, что сейчас полиция делает очень много и она на правильном пути для того, чтобы это изменить. Ну и в завершении программы ваш посыл к нашим телезрителям. Пожалуйста, Сергеевич, давайте мы... Посыл, не нарушайте законы. Живите по правилам, как в Библии написано, да? Как в Библии написано, так легче жить, и вы более полезным становитесь для общества. И созидайте, работайте, меньше роптайте, больше двигайтесь, делайте, занимайте ваших детей, если у вас есть семья, больше полезными делами, чтобы у них не было времени на такие вещи. Показывайте хорошие примеры. и сегодня у нас еще день полиции. Почу сегодня поздравить таким днем наших уважаемых полицейских, которые стоят на страже на нашем доме. Сегодня в Доме культуры поздравляем. Мы были там поздравляем, но с пользой случаем мы им желаем здоровья, чтобы они чаще находились дома, потому что их служба легка, когда у нас праздники, у них работа, и наоборот. Поэтому вот таким посылом я сегодня хочу выйти ко всем. Спасибо. Ваш посыл. К вам уже, полиции. Если коротко. И телезрителям. Двух слова. Знаете, мы с для себя сегодня четко определяем идеи, позиции, желания, возможностей и, самое главное, необходимости. В данном контексте полиция существует для общества, а общество должно существовать для самого общества путем использования и полиции для того, чтобы помогать друг другу. То бишь, не что и мы, как сообщество, это и коммунему, коммунитарная полиция. Полиция, которая существует для общества. И вот в этом контексте я всегда говорю, говорю и буду говорить в единстве сила. И только когда мы будем вместе, мы будем непобедимы. Давайте будем открывать дороги, давайте будем протягивать руки помощи для того, чтобы друг другу помогать, быть желанными и знать, что в любое время дня и ночи каждый из вас может прийти к нам и мы всегда поможем. Спасибо, Ваше. Спасибо. Ну, мы призем вообще-то к любому человеку. Мы должны понять, что мы должны покончить с равнодушием к нарушению закона, с равнодушием к насилию, к семье или на улице, с равнодушием к беспорядку, который вокруг нас, покончить с этим мнением, что кто-то за меня сделает. Кто-то придет и меня покрасит, почистит, уберет, меня погладит, меня защитит. Мы в этом должны все участвовать, в этом роль каждого. Спасибо. Для того, чтобы наладить взаимодействие между органами власти, полицией и гражданским обществом, необходимо организовывать дискуссии, много дискуссий и только через диалог можно прийти к хорошим результатам. Для чего и реализуется данный проект Институтом общественных политиков в Молдове. Наша передача подошла к своему завершению. Я благодарю участников за дискуссию. Оставайтесь с нами на канале АТВ и до скорой встречи. Увидимся.